Тишина в студии, приготовились, выходим. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы вас приветствуем на телеканале О2ТВ в море позитива. Я прям спешу вам сразу представить наших гостей. Это главный редактор журнала Инрок Владимир Миловидов. Здрасте. Это пиар-директор журнала Елена Савицкая. Добрый вечер. И музыкант Александр Костарев. Рад свидетельствовать. А также я хочу вам представить свою сведущую, которую зовут Татьяна. Здравствуйте, и раз уж мы так спешим представить, я еще спешу сказать вам о том, что сегодня каждый, кто нам позвонит из Москвы или Пазмосковья, получит два пригласительных билета на концерт групп «Гонья» и «Бобры». Друзья мои, телефон в нашу студию. 933-7922. Звоните нам в прямой эфир. Нам без вас скучновато. Так, а значит, собираясь мы сегодня, я сейчас вам сразу скажу, в чем дело. Дело в том, что журнал «Инрок» проводит ежегодный фестиваль, который называется «Инпрог». Вот журнал. Видите журнал? Скажите, а журнал как часто выходит? Журнал выходит ежеквартально. Давайте начнем с журналом, а потом поговорим про фестиваль. Безусловно. Фестиваль, конечно, очень интересный, и поэтому мы его оставляем на сладкое. Значит, чем отличается ваше музыкальное издание от других? Наше музыкальное издание отличается от других, ну, прежде всего, своим профилем. То есть мы, наверное, единственный журнал в России, который очень серьезное место уделяет прогрессив року, арт-року и всему этому кластеру. И, кроме того, если брать другие журналы той же самой ниши, то мы журнал авторский, журнал, который создается целиком здесь, нашим собственным коллективом. И также, я думаю, что любой, кто его хотя бы раскроет, хотя бы прочтет пару статей, он поймет, в чем отличие. Отличие в какой-то интеллигентности, что ли, подхода к том, что мы стараемся раскрывать темы, копать глубоко. Очень глубоко, я заметила. Да, журнал прежде всего ориентирован на чтение. Конечно, в нем много красивых картинок разных, но прежде всего это журнал, который... Очень провоцирует на прослушивание музыки. Да, я очень надеюсь, что его интересно читать. И, кстати, это действительно так, очень часто мне пишут читатели, которые говорят, я вот обычно читаю журналы только потому, что увидел статью о группе, которая мне интересна, а тут я прочитал статью о группе, о которой я ничего не знал, и я заинтересовался. Мне захотелось ее послушать, захотелось о ней узнать. Это очень большой комплимент, очень хорошие слова, и я горжусь, что такие вещи происходят. И если еще говорить о журнале, то мы выходим уже шестой год. Первый номер вышел летом 2000-го. С тех пор журнал немножко изменился, то есть он стал цветным, он стал таким вот блестящим, красивым. Но суть, наверное, не изменилась, то есть это, скажем так, профессиональный журнал с душой фанзина, то есть с душой человека, который любит музыку прежде всего. Скажите, прости. Ничего, мы прям так спешим задать вопросы. Кстати, вот насчет журнала. Есть ли у вас журнал какая-то миссия? Может быть, это продвижение старых групп или наоборот новых? Безусловно, сначала хотелось просто рассказывать о том, что нравится, просто поделиться с людьми радостью от того, что ты слушаешь какую-то хорошую музыку, ты при этом испытываешь какие-то ощущения необыкновенные, и хочется рассказать, хочется, чтобы с тобой люди эту радость разделили. И этот смысл остается и по сей день, плюс к нему еще прибавился один очень важный смысл, это то, что мы живем все-таки не в Англии, мы живем не в Америке, а живем в нашей стране, и поэтому здесь происходит очень много интересного, причем интересного именно в тех жанрах, которые традиционно считаются иностранными, тот же самый прогрессив-рок, тот же арт-рок, и мы хотим помочь этим артистам добраться до слушателей, и вот для этого и в фестивале, о котором мы поговорим попозже, и мы постоянно пишем о новых наших группах, о старых, вот, например, в новом номере очень интересное интервью вышло с лидером группы Горизонт, которая где-то в середине 80-х выпускала виниловые пластинки на мелодии, потом она распалась, ее лидер, он практически ушел там в глубокое подполье, никуда не показывался, вот недавно, буквально по счастливой случайности, удалось найти, с ним Лена долго говорила, и результат этой беседы, он вот в новом номере нашего журнала. Ну и так, на самом деле, можно долго про каждый номер рассказывать, наверное, я это постараюсь все-таки не делать, но так что лучше как-то все глобально. Глобально, ну вот, глобально, это вот одна из наших миссий, это помогать нашим артистам. Будьте добры, расскажите, пожалуйста, про фестиваль. Про фестиваль. Вторая часть которого, насколько я поняла, будет 23-го числа в Б-2. Да, вот мы на этот раз разделили его на две недели, и в первой части принимали участие коллективы, которые мы вот сейчас постараемся восполнить пробел. Если вы там не были, посмотрите кое-какие записи. А вторая часть, она пройдет 23-го числа, и основная наша притягательная единица – это Nightingale, проект Дэна Свану из Швеции. Шведская группа, которой он играет музыку на стыке арт-рока, аора, хард-рока. Он фактически просто делает то, что ему нравится, и ему этого нравится и феном, и я вот уже чувствую, что резонанс по поводу этого приезда довольно большой. Плюс нам удалось притащить две интересные, удастся притащить две интересные команды из Иркутска – экстраверт, и из Курска – маленькие трагедии, которые играют, соответственно, прог-метал и классический арт-рок в стиле Emerson, Lack & Palmer. Скажите, пожалуйста, по какому принципу вы подбираете музыкальные коллективы для фестиваля? Тут много разных факторов. Первый – это, безусловно, профессионализм, это творческая состоятельность. Второй фактор – это мы хотим всякий раз вытащить нечто новое, нечто интересное. И третий фактор – это наши жизненные реалии. То есть мы сейчас, до сих пор, я не знаю, смогут ли приехать наши друзья из города Тында, это группа Азазела, потому что, чтобы приехать, совершив путь через всю Россию, нужно очень много денег, и это зависит от финансирования. А, к сожалению, наши органы, которые должны, по идее, заниматься культурой, они почему-то вот эту музыку культурой не считают. Бытует такое мнение, что в Россию иностранные артисты приезжают в том случае, когда они уже находятся не на пике славы у себя дома, там, в Америке или в Европе, скажем. Это правда или нет? Нет, нет. Сейчас, если посмотреть программу клубов, то каждые выходные приезжает по десятку иностранных артистов, среди которых есть те, которые находятся в пике славы, те, которые находятся после него, те, которые находятся до него. И тут вот такой ситуации нет, что к нам едут только те, кто не нужны там. Это скорее зависит от каждого конкретного промоутера, удалось ему договориться с артистом, который сейчас нужен. Наверное, другое соображение есть. Просто о приезде этих артистов 15-20 лет назад просто вопросы не мог ставиться. И понятно, что люди, которые были популярны когда-то здесь, просто невообразимо сумели добраться до нас только тогда, когда их, понятно, пик уже немножко. Ничего плохого в этом не вижу. Я тоже. Я счастлива, что они к нам приезжают. Я предлагаю вам вместе с вами, дорогие мои друзья, посмотреть выступления артистов, которые выступали 9-го числа в Б-2 на фестивале, о котором сейчас идет речь. Группа называется «Кафтан смехов». Да, я мог бы немножко рассказать об этой группе. Я думаю, что имеет смысл нам посмотреть, а потом, чтобы разговор был не беспредметным, мы поговорим о них. «Кафтан смеха». «Кафтан смеха». «Кафтан смеха», друзья мои, смотрим. Кафтан смеха». «Кафтан смеха». «Кафтан смеха». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новый приказ желтым плеском Обволакивает тонкую бедь И с немоглова, вон глава Родзумба 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья мои, Мы смотрели клип группы Кафтан Смеха Что удивительно, что Вообще-то у нас очень мало групп, которые Одновременно занимаются перформансом Такая театрализация Такое шоу-представление Помимо того, что они еще и играют музыку В основном в Европе это распространенная тенденция У нас это редкость большая Действительно, Кафтан Смеха Это одна из немногих групп в России Которая соединяет И такой синтез жанров И музыка, и театр Причем такого абсурдистского толка И видеоряд И какие-то еще находки То есть ребята абсолютно уникальные Главное, что они делают это очень динамично Их шоу настолько захватывает Что от него невозможно просто оторвать глаз И выступление на Инпруге 9-го числа Хотя они не показали в полном объеме Все свое шоу Но они сконцентрировались больше на музыке Оно, я думаю, тоже настолько впечатлило присутствующих Что все, кто там его видел Они захотят еще раз посмотреть Это замечательный спектакль В общем, молодцы ребята Следующие выходные Вернее, через неделю Они будут выступать в Питере на Скифе И питерские люди Которые интересуются вот этими направлениями Я думаю, они должны обязательно сходить и посмотреть А скажите, пожалуйста Сколько вообще возникло идеи создания подобного фестиваля? Ну вот фестиваль начал, собственно говоря, Володя Я пока в самом начале Я еще не принимала участия В работе на фестивале А вы расскажите за Володю Да, я попробую У нас есть большие друзья из города Тынды Группа Азазела Которую уже Володя говорил И это был один из них По-моему, самый первый случай Когда они приехали Они ехали через Москву выступать В фестивале в Норвегии, правильно? До прок-фестиваля в Норвегии И чтобы, так сказать, их проезд через Москву не пропал даром Володя решил устроить им концерт Это происходило в одном из таких небольших московских клубов Но ему показалось мало просто устроить концерт Группа Азазела И он решил подтянуть еще силы И устроить целый фестиваль Вот так и состоялся первый фестивальный прок Это было в 2001 году осенью, да? Да, в ноябре Скажите, пожалуйста, вы такие увлеченные люди Такие люди, увлеченные музыкой Вы что, музыканты в душе? Можете выиграть на музыкальных инструментах? Ну, о себе могу сказать, что да Я, может быть, несостоявшийся музыкант Я, так сказать, стереотической точки зрения Все это рассматриваю Но мне кажется, что то, что, может быть, я не смогла выразить в игре на инструменте Или там, вот я даже на бас-гитаре пыталась когда-то давно играть Но, в общем, теперь я просто стремлюсь помочь музыкантам Тем, кто делает это гораздо лучше, чем я И, может быть, у меня это как-то получается Я хотел добавить, что Лена защитила кандидатскую диссертацию по искусствоведению На тему творчества King Crimson и Art Rock И так далее, и так далее, и так далее То есть Лена скромничает чуточку Скажите, пожалуйста, а что такое прогрессив? Я, честно говоря, не совсем понимаю таких тонкостей И, мало того, я столкнулась с тем, что, когда я у музыкантов спрашиваю, в каком стиле они играют Они говорят, слушайте, отстаньте, мы не знаем Мы вот просто играем, а про это знает там критический музыкант Лена как искусствоведает микрофон мне не искусствоведу Я попытаюсь сказать это наивными словами Но, может быть, более понятными для наших слушателей Что есть такой термин Art Rock И это, скорее, термин временной И он обозначает некое множество групп Yes, King Crimson, Emerson, Lake & Palmer, Jetra Tal, Rockal Harum, Mahavishnu и так далее, и так далее, и так далее И есть термин Progressive Rock, который, в принципе, является синонимом Но он, скорее, не самостоятельный, он, скорее, как приставка, как характеристика музыки, которая означает ее композиционную сложность Это очень характерный момент для музыкантов, которые в какой-то момент своего творческого роста Их уже не удовлетворяет играть три аккорда, их не удовлетворяет играть обычные квадраты Им хочется себя проявить в каких-то более тонких, более сложных материях И поэтому рождается более сложная музыка, которая, может быть, находит меньшее количество слушателей Но зато тем, кто остался, она доставляет громадное эстетическое удовольствие Нет, сейчас, пардон У нас осталось очень мало времени до выхода на рекламу У нас есть еще второй блок, по которому мы поговорим У меня еще один вопрос, я хочу успеть его задать сейчас Скажите, пожалуйста, а что такое российский рок? Это что, имеется в виду, происхождение музыкантов? Или это музыка чем-то отличается от западных? Есть слово российский рок, которое значит просто музыканты, играющие здесь И есть термин русский рок, который означает рок с преобладанием текстовой составляющей музыкальной Мы, в принципе, не то чтобы мы совсем это не рассматриваем Мы это немножко в стороне от интересов журнала И со словом прогрессив это довольно слабо сочетается Вот, например, Александр, он принципиальный противник вокала в музыке вообще Но об этом, да, ну почти так Об этом можно будет поговорить после паузы Друзья мои, мы выходим на рекламу И сразу после рекламы мы продолжаем нашу беседу Оставайтесь с нами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... С какой стороны посмотреть? Ну, в слое прогрессив рок, конечно, содержится некий обман. То есть, с одной стороны, там прогресс, ещё что-то, всё ждут чего-то. Это на самом деле наиболее консервативное направление из всех вообще музыкальных, потому что постоянно содержатся какие-то обращения к музыке прошлого. То есть, это или классическая музыка. Иногда джаз, ну, джаз плохо сочетается, но бывает. То есть, обращение к каким-то стилям, направлениям, которые уже состоялись. Отсюда идёт и композиционная сложность, и всё остальное. Ну, в России традиции классической музыки, они вообще есть. Поэтому то, что музыканты играют в этом направлении, ничего удивительного. И здесь заимствована как раз роковая составляющая из Англии. А всё остальное точно так же было, как у нас, так и в Европе. Тут нет противоречия. Хотел бы ещё добавить. Вот задавался вопрос о том, что же такое прогрессив рок. Вот я говорю, мне очень нравится его синоним арт-рок, который как-то в России больше прижился, чем на Западе. И мне очень нравится его такая трактовка, что слово арт – это в переводе искусство. Что арт-рок – это музыка, которая стремится стать искусством. То есть человек, который стремится посмотреть куда-то вверх, что-то перепрыгнуть, какую-то внутреннюю планку и создать что-то, что с его точки зрения это не просто вот такая какая-то падёнщина, это что-то, что останется на века. Это стремление, оно есть у всех на самом деле, кто не совсем погряз к кабаке. И то, что это стремление, оно появляется всё снова, снова и снова, это неотъемлемая часть, наверное, человеческой натуры. Ну, вопрос, я так вклинюсь, был на самом деле ещё и о том, насколько эта музыка у нас популярна, насколько я понимаю, да? Да. Востребована ли она у нас или нет? Ну вот, на самом деле, фестиваль Инпрок, он показывает, насколько она востребована. Вот народ приходит на наш фестиваль. Много народа приходит? Ну, приходят некоторые. На самом деле всё очень просто. Как бы есть артист, есть слушатель. Есть артист, находят дорогу к слушателю или не находят. Сколько их, как они это воспринимают. Скажем так, в нашем случае их достаточно для того, чтобы более-менее не стыдно себя чувствовать, чтобы артисту было приятно играть перед аудиторией, конечно, это не стадионы, конечно, это даже не горбушка, это клубная ситуация. То есть ситуация такого маленького, уютного клуба, где практически половину людей друг друга знают, они друг другу рады, они рады музыке, они рады тому, что они здесь. И мне вот такая форма существования в данный момент нравится. Я не говорю, что мы не стремимся завоевать Вселенную, мы, конечно, её стремимся каждую минуту это сделать, но пока что этого не произошло. Судя по тому, что вы рассказываете, складывается впечатление, что жизнь отечественного музыканта, в общем, не сладкая штука совсем, потому что фестивалей мало, камерный, фестиваль камерный, а не такой масштабный, как хотелось бы. На что живут современные музыканты? Они совмещают музыку с какой-то другой профессией? На самом деле я думаю, что не только в прогрессив-роке в российском такая ситуация. К сожалению, да. Есть такая поговорка, тяжелая неказиста жизнь бывшего советского артиста. Поэтому я думаю, что многим музыкантам приходится подрабатывать каким-то образом. Но, насколько мне известно, многие музыканты работают по профессии. То есть вот Саша Костров, например, он занимается звукорежиссурой. Это область очень близкая к музыке. Я думаю, что он еще скажет пару слов об этом. Ну, когда музыка определилась окончательно, как моя профессия, в общем, старался не отклоняться слишком далеко. То есть это было или педагогикам, или звукорежиссура. Но своей музыкой зарабатывать, конечно, еще не приходилось. Вы преподаете и по сей день? Сейчас нет. Сейчас нет, да. Александр, а у меня к вам вопрос возник, когда Владимир рассказывал об арт-роке. То есть это почти синоним к прогрессив-року. Вот арт – это опять-таки искусство, возвращаясь. Вы создали что-то такое, чем вы можете настолько гордиться, чтобы сказать, что это действительно искусство? Ну, я хотел бы гордиться всем, что я делал. Даже так? Вот. Насколько это получается, это вообще не мне об этом судить. А в таком случае, а где вот эта тонкая грань? Наверное, это, Лен, к вам вопрос. Эта тонкая грань между… Где вообще, как понимать, где искусство, а где не искусство? Ну, насчет Саши я хочу вернуться. Мне кажется, что господину Костеру есть чем гордиться, потому что, по крайней мере, он создал два кончерта-гросса. Это такой очень жанр серьезный, уходящий корнями в музыку барокко. Саша создал два кончерта-гросса для рок-группы и всяческих инструментов, таких нетрадиционных, таких как флейтез, скрипка, клавесин, все, что входит в состав, вот Костери в групп. Так что я считаю, что не всякий может таким похвастаться. А насчет тонкой грани, мне кажется, что по отношению к прогрессиву здесь можно… Вот почему судить. Вообще, прогрессив рок – это музыка создана не только для того, чтобы ее воспринимать в клубе, в клубной остановке или на стадионе, в живом звучании. Это музыка для вдумчивого слушания именно дома, наедине с собой, погружаясь в эту музыку и пытаясь прочувствовать ее, проанализировать. Музыка, апеллирующая как к мозгам, собственно, почему у нас называется серия наших сборников «Музыка для мозгов», так и к сердцу, и к душе. Поэтому я считаю, что она имеет непосредственное отношение к искусству и многое из того, что делают и наши российские рокеры, тоже к этому достаточно близко. Я опять-таки добавлю, на прошлом дне фестиваля, 9-го числа, один мой друг, который фанат безумной джудо сприста Ирон Мэйдин, он пришел послушать все это, он остался… Очень хорошие впечатления у него остались. И он сказал, «Я вот только не понимаю, я вот вижу публику, это вроде вот точно такие же люди, вот как-то ходят на металлические концерты. Они точно так же слушают музыку, но они при этом стоят и просто ее слушают. Они не рубятся, они не мотают головой, они ничего не делают, они стоят и слушают». Я ему отвечаю, «Так, отлично, значит, вот музыка их настолько заворожила, что они стараются не потерять, не крупиться того, что слышат на какие-то такие моторные реакции». Насчет моторных реакций, ну, я с детства слушал только классическую музыку фактически, то есть в рок я позже немножко прикатился, но что касается физиологических реакций, то любая музыка вызывает их, просто если это хорошая музыка, ну, ничуть не хуже можно слушать того же Майлера или слушать дрем-театры, или все что угодно, и реакции будут абсолютно те же самыми. Просто какая-то поправка на время, поправка на обстановку, но мозги, духа там реагируют абсолютно одинаково. «Мы сейчас посмотрим ваш клип, а перед этим мне хочется спросить, знаете что, говорят, что современная технология, мы все слушаем в цифровом звуке, что цифровой звук отнимает какую-то, что ли, душу по сравнению с виниловыми пластинками музыки. Вот вы как к этому относитесь? В этом что-то есть? Это ностальгия, что ли, просто какая-то? Или правда в этом есть? У меня есть, это абсолютно идиотская идея. Одно время были модны эти телевизионные, Чумак, еще кто-то, заряжали банку с водой, делали еще какие-то такие вещи. Возможно, что-то в этом есть. У телевидения очень широкая полоса пропускания, и вполне возможно, что какие-то эти колдунские, шаманские дела, вот я сейчас заряжаю вот этот телефон. Вот, может быть, это работает. Будет цифрового звука полоса меньше. У МП-3 она еще меньше. У МП-3 я слушаюсь, в принципе, не в состоянии. То есть мне это кажется просто подобием музыки. В очень редких случаях это действительно берет за душу. Вот. Я не предлагаю это в качестве гипотезы, потому что это бред, понятно. Но, может быть, в этом есть что-то. Видимо, да, все-таки. Друзья мои, смотрим клип группы Костерев Групп. Костерев Групп. Костерев Групп. Костерев Групп. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья мои, я прошу прощения, что мы до конца не смогли досмотреть и дослушать Костарев групп. Дело в том, что наше время, к сожалению, лимитировано, но зато музыка совершенно придворная, на мой взгляд. У меня такие ассоциации сразу очень красивые. Спасибо. И вам спасибо. А я хочу представить еще один релиз одной из нашей группы. Это группа Exit Project. Она выпустила диск в такой замечательной, совершенно железной коробочке. Поле непробиваемый. Внутри там есть еще кое-что, кроме диска. Там лежит еще пакетик с чаем, который вы можете заварить, прежде чем послушать эту музыку. Эта группа выступала 9 апреля на нашем фестивале. Всем очень понравилось. Ее пифон тоже был необычным. Сцену увевал такой электрический плющ, светившийся голубоватым, с таким сиянием. Но музыка была тоже совершенно замечательная. Мало того, что эта группа применяет новаторские звуковые технологии, она еще и является флагманом движения Free Music. Это очень интересное движение за некоммерческое распространение музыки. То есть этот альбом при желании вы можете скачать совершенно бесплатно из ее сайта, Exit Project.ru, и сделать с ним все, что вы желаете с этой музыкой, потому что музыканты на это совершенно согласны. Ну а если вы хотите получить вот такой вот альбом, такой вот в необычном оформлении, вы можете его купить. Друзья мои, не воспользовавшись возможностью и не дав себе труда набрать несколько кнопок 933-7922, вы просто лишаете себя прекрасного. Да, к сожалению. А у меня вот какой вопрос. Все-таки меня очень беспокоит судьба музыкантов, потому что музыканты люди особенные, люди у которых глубочайший, мы говорим о хороших музыкантов, да, глубочайший и прекраснейший внутренний мир, которым они стремятся всю жизнь делиться. За что мы им очень благодарны с одной стороны, а с другой стороны, что-то мы должны для них, видимо, делать постоянно. И вообще вот вопрос такой. Может ли музыкант заниматься самым продвижением себя или вообще он должен представлять себе, как на рынке продвигается музыка, как стать востребованным, как донести свое прекрасное для максимального количества слушателей? Я считаю, что музыкант не должен заниматься своим продвижением, он должен заниматься музыкой прежде всего. А если музыкант занимается своим продвижением, то, во-первых, он просто очень выматывается, и, как правило, может быть, это не всегда так происходит, но, мне кажется, что-то может быть потеряно. Хорошо. Как музыканту найти своего продюсера? Он играет, значит, на базе в подвале, на музыкальной, сегодня она у него есть, завтра нет, послезавтра они играют дома у друга. Как найти в таких условиях, будучи совершенно в андеграунде, найти себе продюсера? Ну, вот как ни странно, у нескольких наших групп есть очень хорошие директора, которые ими занимаются, а если нет, то что можно сделать? Как правило, вот в андеграунде, а прогрессив рок здесь, несомненно, является андеграундом, ситуация такая, что либо это, грубо говоря, один из группы, только человек, не играющий на инструментах, а который взял на себя вот эту миссию продвигать свою группу, и он ее всячески тащит, он в это вкладывается, он этим болеет, и такие люди есть, иногда бывает так, что это один из группы, а насчет того, как музыканты найти продюсера, это примерно вопрос к тому, как, не знаю, найти свою вторую половину. Нет, 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 как, не знаю, как, например, павлину, как найти себя в клетке с тиграми, да никак, там ему не надо быть. Подождите, но получается так, что вы призываете музыкантов? Это музыкальный, грубо говоря, мир коммерческой, теперешней музыки, вот этот ужасный, пластмассовый мир, он другой, туда не надо лезть, а тот, куда полезет, он просто, через какое-то время от него остаются жалкие воспоминания, потому что таких примеров у меня перед глазами было множество, на самом деле было множество и очень примеров просто, когда человек устает бороться, когда у него... Я прошу прощения, наше время подошло к концу. Очень быстрый ответ, Александр, пожалуйста. В чем залог хорошего проекта? Когда музыканты собираются? Можно как-то предвидеть будущее? Имеет смысл вообще играть вместе или нет? Музыкант, если он берется делать какую-то музыку, он должен осознавать, что нельзя предугадывать будущее. Надо просто делать музыку, если она кажется хорошей. Конечно, какое-то будущее у нее будет. Я хочу еще раз всех пригласить 23 апреля в Клуб Б-2 на фестиваль «Инпрок», день 2-й, в 6 часов вечера. Приходите, насладитесь арт-роком высочайшей пробы. И приезжайте, если вы не в Москве, потому что многие люди приезжают на этот фестиваль из других городов. А если не соберетесь, то заходите к нам на сайт www.inrock.ru и там вы прочтете о том, что такое журнал и так далее, и так далее, и так далее. Друзья мои, спасибо большое, что вы были с нами. Вам огромное спасибо за то, что вы пришли. Спасибо вам. Надеюсь, не последний раз. И мы придем к вам на фестиваль. Вашему телеканалу «Процветание и успею». Пока-пока. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»